добрый день в эфире завод про металлы сегодня очень интересный опыт испытания мы взяли продукт очень 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 интересный камень керамический для внутренней каменьки это финский производитель не будем говорить упоминается задача была сделать российский аналог который не хуже лучше и переигрывает его по многим параметрам начиная с цены и кончая то что это made in russia фактически сделано в россии поддерживаем отечественного производителя или импортозамещение как сейчас популярно говорить а для испытания мы очень долго думали где или куда ее поместить чтобы вот этот вот камень раскрылся и мы поняли что он надежный долговечный его не будет преследовать судьба камня который раскрашивается который превращается в песок и весь этот песок вместе с паром прилетает вас парилку вот чтобы это было надежно долговечно экологично красиво и качественно собрали мы вот такую вот установку для испытания вот этого камня состоит она из трех материалов это 310 нержавеющая сталь это единственная сталь которая имеет аббревиатуру жаропрочная то есть у нее рабочие температуры там 800 900 1000 градусов и дальше есть баллон с газовой горелкой но это самая простая самый простой элемент и еще что немаловажно это наша вот эта установка утеплена керамическим волокном керамическое волокно она используется в нашей продукции это фирм линейка уст и нет крафт практически все линейки и имеет рабочие температуры в районе 1000 1200 градусов то есть банные печь могут доходить коротковремени до 800 900 а ваша керамика ну точнее дымоход с керамикой будет прекрасно себя чувствовать мы уже не терпится на самом деле сделать заклад то есть мы будем тестировать и наш продукт керамический и финский керамический продукт сейчас время до 15 05 так отлично расположили а Внутри трубы 780 градусов. Здесь, сюда. Температура внутри трубы сейчас составляет плюс-минус. Естественно, чем ниже, тем более горячая. Но в середине 780 градусов. Во внутренней каменке мы камни делали до 650 градусов. 15.53. Фактически мы начали в 15.05. Сейчас, пока я буду говорить, пройдет еще 2 минуты. Будет ровно 50 минут капитальных испытаний нашей керамической закладки, нашего керамического же дымохода и 310 нерзавеющей стали. Показать, что с ней ничего не произошло. Как раз сейчас 15.53, гасим горелку и смотрим, что там внутри. Камни визуально целые, температуры визуально большие. Сейчас посмотрим, как они переживут перепад температур. Время разбрасывать камни, время их собирать. А камни прям, смотрите, они до сих пор светятся. Перепады температур выдерживают вполне нормально. Трещин не появляются. Вот интересно, если такое проделать, допустим, с жидеитом, к которому мы привыкли. А мы вот сейчас положим как раз в заглушку и посмотрим, как он остывает. Камень горячий. Ну, кстати, руки можем помыть. Ну, сольем воду. Посмотрим, что там с нашими камнями. Камни пробыли в воде. Ну, примерно минуты две. Ух ты! Вот металл очень быстро отдает температуру. Теплопередача у него очень быстрая. А что касается камня и керамики, то это прям вещь долгоиграющая. Наверное, в следующий раз мы проверим, насколько быстро остынет керамический камень. Вот он до сих пор распаряет. О, мы в варежках. Полностью побывав в воде, они продолжают испарять. Вот этот раньше всех остыл. А вот эти были в ведрах. Итак, керамическому заряду, закладу, аналогу металла, наверное, быть. Мы продолжим его испытывать, показывать, сравнивать. Ну, в том числе и с нашими пирамидками. Но, я приятно удивлен, что камень не потерял своей плотности. Как был звонкий звук, так и остался. Ну, я на всякий случай варежку одену. Что визуально на нем никаких повреждений. Тоже звонкий звук. Тоже звонкий. Нету ни растрескивания, ни расслоения, никакой текстуры. Дальше будем испытывать, показывать, рассказывать и объяснять. С вас лайк, подписка и в комментарии, как еще нужно испытать этот керамический заряд. У нас есть еще керамические закладки внутренних каменок. Они все различные, как по цвету, так и по форме. И по содержанию, я думаю, посмотрим, что с ними станется в нашей адовой установке. Переживут, не переживут. Обязательно добавим GDEIT. Но еще что добавить или что еще испытать в нашей установке, за которую нужно спасибо сказать компании Крафт. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что еще туда засунуть и нагреть до невероятных температур.